Самарская общественная организация инвалидов-колясочников Ассоциация Десница Николай Лебедев работает уже три года. Помогает людям с ограниченными возможностями здоровья стать независимыми психологически, физически, социально и финансово, чтобы, несмотря на инвалидность, они смогли активно участвовать во всех сферах жизни. Для инвалидов проводят консультации юристов, семинары и тренинги, компьютерные курсы и помогают им трудоустроиться. Плюс ко всему Николай Лебедев ведет активную общественную деятельность. Например, молодой человек не раз становился наблюдателем во время избирательного процесса. Так, на одном из заседаний штаба общественного независимого наблюдения за выборами он предложил обучить волонтеров, которые в выборные дни будут помогать людям с ОВЗ. Мы знаем случаи, когда людей на коляске опрокидывали или как-то с точки зрения этикета неправильно относились. Мы считаем, что должен быть обучен каждый человек, который работает с инвалидами, потому что у каждой нозологии, у каждого инвалида есть какая-то своя специфика, с которой человек должен быть знаком, который ему помогает. Потому что, не зная эту специфику, можно, пытаясь оказать помощь, не оказать ее, а навредить. В 63-м регионе ведется масштабная работа по обеспечению избирательных прав инвалидов в период подготовки и проведения выборов. На протяжении 10 лет Самарская библиотека для слепых тесно сотрудничает с избирательной комиссией. Принимаются совместные решения для того, чтобы информация для людей с ограниченными возможностями здоровья стала доступной. Так, для граждан с нарушением зрения готовят информационные листы к бюллетеням, чтобы незрячий человек, пользуясь рельефно-точечным шрифтом Брайля, мог ознакомиться с кандидатами. Во время треудневного голосования 17, 18, 19 сентября людям с инвалидностью будут помогать волонтеры. Если человек сам попросит волонтера, мы, значит, обращаемся, чтобы волонтер поработал с этим человеком. Составляем списки, отдаем избирательную кампанию, отдаем штаб, и вот они начинают уже действовать. Членами избирательной комиссии проводится проверка помещений на предмет безбарьерной среды. Практически весь 2020 год они с представителями различных общественных организаций инвалидов осматривали избирательные участки и помещения для голосования. Их предоставляют муниципальные образования, поэтому учитываются не только пожелания избирателей, но и мнения тех, кто находится в этих помещениях ежедневно. Сейчас у нас идет электронная паспортизация избирательных участков. Это нам поможет постоянно в течение времени, то есть любой промежуток времени, отслеживать, в каком состоянии находится участок. Прикреплены там будут фотографии фасада, внутреннего состояния помещения. Если у нас будут полностью паспортизированы и помещения, в которых отшляется эта социальная политика, одновременно у нас будет к тому времени полностью сформирован реестр социально ориентированных НКО, которые будут оказывать данный вид услуг, то, конечно, это будет говорить о том, что у нас развитие гражданского общества, оно будет идти именно планомерно и, самое главное, с полным участием наших представителей общественных организаций. А мы все с вами являемся членами тех или иных общественных организаций. В Самарской области будут работать 1785 основных участков. Из них 28 разместят на вторых этажах зданий, что может доставить неудобства маломобильным гражданам. По сравнению с прошлой избирательной кампанией, число участков на верхних этажах сократилось в 10 раз. Для избирателей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата помещения оснащаются специально оборудованными кабинами для голосования, поручнями, пандусами и подъемниками для инвалидных колясок. Всегда ставится вопрос о том, чтобы у граждан с ограниченной возможностью здоровья был выбор ровно такой же, как и у всех. Хочет он прийти на участок, значит, он должен на него прийти, попасть доступно. Потому что для многих это праздник, это традиция ходить на избирательный участок. И изменения физического состояния не должны омрачать этот праздник, и все должны попасть на избирательный участок. А почему мы должны дома голосовать? Мы же такие избиратели, как и все остальные. Дома уже не то. Позитива не будет, хочется побеседовать, узнать, спросить. Однако есть и те, кто предпочитает голосовать на дому. Я все-таки думаю, на дому удобнее. Ну, потому что не у всех есть сопровождающие. Не у всех. И мало ли, ну на улице какая погода, а мы на колясках. Для того, чтобы отдать свой голос дома, нужно заранее написать заявление и направить его в участковую избирательную комиссию, либо воспользоваться сайтом госуслуг. В этом нет ничего особенного. Это нормальная гуманистическая практика. Причем обязанность создавать такие условия именно на государстве. В лице представителей государства, ну, например, государственных органов, каковыми является организатор выборов. ЦИК, область Берком, там территориальные комиссии. Вся необходимая по выборам информация есть на сайте ЦИКа. Адреса избирательных участков размещены на сайте комиссии. Или их можно уточнить в территориальных избиркомах. Кроме того, для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья на информационных ресурсах обязательно должны быть специальные разделы. Редактор субтитров А.Семкин